Тема видео. Оцифровка лесоустроительных планшетов. Несколько слов об исходном материале. Посмотрим, что представляет из себя растр, с которым мы будем работать. Это растр в формате JPEG. Он имеет достаточно маленький объем, что наводит на мысль о его низком разрешении. Выглядит он следующим образом. Уточним разрешение этого растры, используя масштабную линейку. Берем инструмент линейка, указываем дистанцию, которая представлена на растре, единицы измерения метры, дистанция 1000, масштаб 1,25 тысяч. Линейка подсказывает нам, что данный растр имеет разрешение 200 точек на дюйм. Это маловато. Почему маловато? Если мы посмотрим на изображение точек, то увидим, что многие точки фактически отделены от изображения линий лишь одним серым пикселом. Сами точки представлены тоже смутными конгломератами, которые, в общем-то, мало могут отличаться от изображений постороннего мусора или каких-то оторных объектов, оторвавшихся от линий. Собственно, толщина линий здесь вполне достаточная для векторизации линейных объектов. Местами она даже более чем избыточна. Но нас интересуют точки. Поэтому вдали мы будем использовать утроенное разрешение этого растры, тем более, что нам это практически ничего не стоит. Закрываем растр и создаем новый проект. Имя проекта, пример. В качестве прототипа я использую ранее оцифрованный проект на этом лесном планшете, чтобы не заниматься настройками, а просто их скопировать. Я не буду привязывать сейчас никакого растры к данному проекту. Разрешение для проекта я утрою по отношению к исходному растру, потому что исходный растр я собираюсь растянуть и получить более качественное изображение пикселов, изображающих округлые точки. Сейчас станет гораздо понятнее после того, как мы эту работу сделаем. Привязывать растр, как я уже сказал, мы не будем. Итак, у нас создан пустой проект. Он не содержит в себе растровых слоев. И векторные слои, которые унаследованы из проекта прототипа, содержат ноль объектов по всем слоям. Следующий шаг – добавление к проекту растрового файла. Мы выбираем тот же самый растр, преобразованный в форматив. Будем использовать файл привязки. Этот растр был ранее привязан к портофото. Вот его файлик привязки. И мы его скопируем в наш проект, поскольку с этим растром мы будем измываться для выделения из него информации. Итак, что мы имеем сейчас? К проекту привязан один растр и больше пока ничего. Но нам нужен дубликат этого растра, который мы будем использовать для выделения содержательных данных. Я назову его умножить на три, поскольку растр мы в реальности растянем в несколько раз. Да, сделаем еще вот такой маленький ход к нему. Включим панель учета времени работы над данным проектом. Вот, собственно, сейчас она и началась. В самом проекте, в свойствах проекта, можно посмотреть, сколько времени занимает работа над проектом. 51 секунда с момента привязки растром. Так, поехали. Итак, растр у нас есть. Выглядит он следующим образом. Это сейчас включенный, я нажал правую клавишу, открыл дополнительное меню. Это сейчас включенный растр, тот самый умноженный на три, но пока он вовсе не умножен, он ровно такой же. Поэтому первое, что мы сделаем, это растянем растр в три раза. Масштаб. Три. И новое разрешение растр 600 dpi. Растр будет интерполировано. Это уже больше похоже на точки. А в тех местах, где точки прилипают к линейным объектам, у нас появляется шанс их оторвать от линии, потому что уже есть что-то похожее на промежуток. И этот промежуток представляет из себя несколько пикселов. Сделаем еще один вспомогательный растр под названием растр-обложка. Он нужен для того, чтобы на его основе, на притемненной основе этого растр-обложки, мы могли видеть качественное изображение векторных линий. Исходный растр мы оставим в неприкосновенности. Собственно, вот так выглядит тот растр, на чьем фоне мы будем смотреть на «Следить за качеством прокладки векторных линий». Правая клавиша, меню управления растрем, мы выключаем обложку, включаем растр, умноженный на 3. Понятно, что удобнее работать не с цветным растром, имеющим значительное количество вариаций и оттенков, а с черно-белым, который представляет из себя некий слепок, содержательный слепок, по которому мы можем уже выделять линии и точки. Как видно, на толстых линиях мы имеем светлые пятна, и в принципе, если мы просто сейчас попытаемся отделить некий уровень черного и белого, то мы получим сильные розированные линии, склеенные линии. Если мы сделаем большой порог, забирая вот эти вот серенькие линии, тогда мы поклеим многие точки к линиям. Если мы сделаем низкий уровень и выделим только центры точек, возьмем только темные пиксели, то в этом случае обнажатся дыры в растре. Поэтому просто так его преобразовать в черно-белый нельзя. Мы используем набор растровых операций. Составление набора достаточно простая операция, и мы его посмотрим в дальнейшем. Результаты действия этого набора выглядят следующим образом. Применим данный набор к растру. Мы получили черно-белый растр из исходного цветного утроенного. Теперь мы удалим с этого растра лишнюю информацию, которая нам не нужна на этапе выделения линии точек, и распознаем изображение точек. Автоматическая трассировка распознавания точечных символов. У меня имеются два набора. Первый набор пойдет в никуда, потому что у него не задан слой, он просто будет стерт с этого растра. Второй набор содержит всего лишь три образца точек, которых достаточно для опознания практически всех точек на данном материале. Выглядит это следующим образом. Применим инструмент распознавания и получим следующую картину. Отображение точек сделаем более явственным, выбрав, ну в данном случае из всех объектов у меня могут быть выбраны только точки, речь идет о векторных объектах, выбираем их, и присваиваем им тип отображения округлый и увеличиваем их размер, ну где-нибудь в два раза. Снимаем выделение и видим вот такую вот картину. Сейчас точки нам не нужны, мы продолжаем работать с линиями. Для выделения линий нам не нужны такие толстые бревна, нам нужны скелеты этих линий, поэтому обработаем растр операции утоньшения. Применим ее. Итак, у нас есть растр, который будет использован для выделения векторных линий. Они настолько тонкие, что при удалении от растр мы их почти не видим. Утилиты. Автоматическая трассировка. Трассировка линий. Это вся площадь, занимаемая растром. Векторизация идет на слой авто. Поскольку толщина линий растровых неизвестна, они уже все утончены, я подсказываю, что в среднем толщина линий нету около 9 пикселов. Я специально дал изображение такое серенькое, потому что сейчас из этих линий мы будем выделять интересующие нас объекты. Они будут цветными и толстыми. А серый цвет нам нужен всего лишь как подсказка, куда, собственно, мы бежим и что мы, собственно, видим. Вот уже на этом этапе нам потребуется растр обложка, на которой мы будем хорошо видеть, что же на самом деле должно быть извлечено из этого растр. Включим изображение концов линий, чтобы дать представление о том, сколько информации у нас здесь имеется. Переходим к этапу оцифровки векторных данных. Поскольку нам не нужна вся информация с этого планшета, заказчика не интересуют. Реки, тропы и прочие топографические объекты, изображенные на данном материале, интересуют исключительно площадные участки выделов. Поэтому мы используем инструмент трассировки по вектору. Вектор у нас уже есть. Результаты выделения мы сейчас будем помещать на слой границу лесничества, исходный слой на савто, и будем использовать режим автоматической трассировки. Ну, по вот этой реке явно проходит граница лесничества, по ней, собственно, мы и пойдем дальше. Раскочили, откатываемся назад и показываем новое направление. Даем точку, которая отсутствует. Я мог бы и дальше идти трассировать эти линии, но сейчас вспомнил о том, что, вообще-то говоря, гораздо больше проблем можно решить, если предварительно обработать вектор. Понятно, что вот эти разрывы, мелкие шипы меня тормозят. Я бы хотел сделать эту работу более быстро. Поэтому, прежде чем продолжать выделение векторных объектов, я обработаю исходные векторные данные слоя авто. У меня собран набор утилит. В данном случае я использую шивку коротеньких разрывов, которые не вызывают сомнения. Уберу векторный мусор, профильтрую связанный мусор, это изображение подписей, выполню парочку фильтраций, ну, по простым параметрам. Мелкие циклы уберу, шипы, расщепление. Вот, и в конце этой операции я сошью на более длинную дистанцию, когда мусора будет поменьше, ложных сшивок, соответственно, тоже будет меньше, и я могу позволить себе сшивать разрывы более рискованно. Итак, выполняем этот набор операций. Закроем. И попробуем посмотреть, а что же у нас вышло. Значит, используем операцию отката анду до тех пор, пока у нас не исчезнет моя первая трассированная линия. Вернем эту линию назад и посмотрим, как менялся векторный материал по мере выполнения утилит. Включим отображение концов линий и будем шаг за шагом воспроизводить работу этих утилит. Как видите, количество информации неуклонно уменьшается, а чем меньше информации, тем проще с ней работать. Так, отключаем изображение концов линий, берем инструмент трассировки по вектору и продолжаем трассировку линии. Правой клавишей захватываем существующую векторную линию. Видите, разрыв уже сшит, и мне не придется останавливаться в этих сомнительных местах. Вот здесь трассировщик убежал, потому что ему просто некуда идти. Здесь у нас кусочек информации был потерян вместе с векторной линией. Здесь у нас образовались сложные сшивки, поэтому мы покажем, откуда, собственно, надо начинать прослеживание линии. Я просто показываю либо фрагменты линий, либо показываю участки, точки, которые должны стать точками-перегибами моей будущей границы лесничества. Этот инструмент поглощает линию, создавая ее векторную, чистую векторную копию. Ну, здесь мы переходим на объект река, откатываемся назад, указываем продолжение более верно, и вот у нас контур создан, контур замкнулся. Обратим внимание, что у меня имеется масса лишней информации, которая находится за пределами контура лесничества. Она мне не нужна, поэтому я сейчас, используя вновь созданный контур, ее удалю. Alt-W, выбираю ножницы, в качестве границы обрезки указываю контур границы лесничества, инвертирую в выборку и применяю обрезать и удалить. Видите, вся информация, которая находится за данной границей, исчезла, что меня вполне устраивает. Вывращаемся к операциям выделения векторных линий. Снимаем отображение узлов, оно нам сейчас не нужно, указываем, что теперь мы будем выделять границы кварталов. Стартовая точка, продолжение трассировки, продолжение, небольшая обрезка. Ну, пока все у нас понятно. Завершаем линию. Так, вот здесь у нас частично идет линия по реке, частично идет сама собой. Наверное, более гладко будет вот так. И вот у нас линия завершается. Так, где у нас еще есть границы? Вот у нас есть интересная граница. И мы, наверное, начнем ее сверху. Будет проще. Вот момент истины. Мы перескакиваем на векторную линию, которая представлена уже неким природным объектом. Здесь мы напротив с этой линии сходим. Вот это ложная сшивка. И здесь уточняем точку пристыковки. Так, у меня складывается впечатление, что вот эта линия будет последней линией границы кварталов. Выглядеть это будет следующим образом. Вот такие вот у нас получились красивые линии. Форму я их сейчас править не буду, поскольку нам неизбежно предстоит править форму линий, которые будут получены из точечных объектов. Слой авто мне больше не нужен. Я его выключаю. То есть у меня имеются здесь раз, два, три, четыре, пять кварталов и границы лесничества. Моя задача на основе облака точек построить точечные линии. Понятно, что среди точек есть еще и муфорные точки. Итак, у нас есть изображение границы лесничества. У нас есть изображение границ кварталов. Теперь нам нужно восстановить границы выделов. Границы выделов представлены точками, поэтому мы включаем изображение слоя содержащего точки. Сразу обращаю внимание на то, что точки у нас представлены еще и в границе лесничества, и они нам могут помешать, поэтому от них бы неплохо избавиться. Попутно было бы желательно поправить форму линии, потому что в местах разрывов она оказалась не совсем корректной. Что я сейчас и сделаю? Пробегусь по этой линии и немного поправлю ее форму. В данном случае точки мне не нужны, и я отключу изображение точек, оставлю только границу, и пробежимся по ней на предмет коррекции ее формы. Там, где линии были тонкие, форма воспроизведена вполне качественно и в коррекции не нуждается. Но, может быть, немножко вот уточнить эту позицию. Гораздо хуже дело обстоит там, где линия представлена в виде пунктирной линии, потому как места разрывов и направления концов, предшествующие этим разрывам, далеко не всегда выглядит достаточно адекватно. Если у меня отрезки, которые я корректирую, представлены достаточно простыми, линейными отрезками, то проще всего использовать топологический редактор в режиме стягивания вершин. Все посторонние вершины поглощаются, остается только та, которая была последней. Если же мы имеем дело с кривой, то мы используем редактор прогиба для восстановления формы более сложного участка. На прямолинейных участках можно просто стереть лишние вершины стеркой. Там, где требуется гладкое сопряжение, используем редактор прогиба. На линию можно как давить, так и немножко ее оттягивать. Редактор прогиба автоматически переходит в стерку, если мы наводим на линию, если включена вот эта вот опция. точечная линия. Ну, на этом можно остановиться и возвращаемся к слою точек, по которым мы будем строить точечные линии. Еще раз обращаю внимание на то, что часть точек являются для нас посторонними. Они будут мешать строить наши векторные линии, потому что ничем они не отличаются от тех линий, от тех точек, которые образуют собственно исходные линии, подлежащие восстановлению. Поэтому мы сейчас эти точки уберем по тому признаку, что они находятся близко расположенными по отношению к границе лесничества. Для этого я использую такой нехитрый прием. Выбираю границу лесничества и создаю дубликат этой линии на каком-нибудь постороннем слое, ну, например, на слой рамка. Ок. После этого я выключаю все векторные слои за исключением слоя рамка и слоя точки. Затем, используя операцию сдвиг расширения расширения полигона в сдвиг полилинии, я выполняю сдвиг этой линии. В данном случае ошибся, сделал ее напротив больше шире, чем нужно. Я же хотел ее сдвинуть вот таким вот образом. Затем опять используем полигональные ножницы. Через контрол указываем данный контур как линию, по которой мы будем выполнять обрезку. и правой клавишей инвертируем область выделения и даем команду обрежать, удалить. И таким образом удаляем все посторонние объекты, лежащие за пределами указанной рамки. Давайте посмотрим, а что же мы удалили. Включаем отображение вершин, чтобы было более понятно. Отключаем изображение растро. И с помощью операции анду смотрим, что было и что стало. надеюсь, это понятно. Включаем изображение обложки и переходим собственно к восстановлению точечных линий. Сохраняем промежуточный результат. Отключаем изображение узлов. Оно нам сейчас не нужно. Утилиты. Автоматическая трассировка. Распознавание точечных линий. В качестве границ, к которым примыкают точечные линии, у нас используется линия слоя lines. Туда я поместил границы кварталов. И, естественно, граница личничества тоже входит сюда в состав этих слоев. Параметры настройки указываются очень просто. Мы указываем дистанции между точками и максимальный угол разворота, который допустим в тех местах, где точки потеряны. включаем просмотр и видим вот такой предварительный результат. Идем дальше. Разрешаем сшивать свободные концы линий, которые не нашли своего партнера, своего продолжения. Следующим шагом дотягиваем концы линий до существующих векторных линий. У нас, кстати, не включен слой границы лесничества. Давайте мы его включим, а рамку напротив выключим. Вот так будет более понятно. вот виден конец дотянутой линии. Идем вперед и выполняем сглаживание построенных линий и помещаем их на слой точной линии. Просмотр результатов сглаживания и сохранение результата. Создано 263 линии. Завершаем этот процесс. Понятно, что значительное количество линий оборваны. С чем мы сейчас собственно и будем бороться. Выключим изображение растро и взглянем на то, что у нас получилось. Да, и погасим изображение точек, они тоже у нас скрывают картину. Итак, где-то вот за 25 минут с учетом дополнительной болтовни мы создали вот этот набор исходных данных, по которому сейчас будут построены сначала границы выделов, а потом собственно полигональные объекты выдела, подлежащие атрибутированию. Поскольку разрывов у нас достаточно много, мы используем операции сшивки и коррекции без дополнительного поиска фрагментов этих разрывов. Двойной клик сшивает линию, а нажатие клавиши Alt и положение курсора дополнительно подсказывает через какую точку должна пройти линия сшивки. Мы можем использовать операцию вытягивания для построения линии. Я не знаю, как она здесь может пройти. Полагаюсь на свою фантазию. В данном случае меня интересует в основном борьба с висящими концами. Форму замыкающих линий я пока трогать не буду. Будем просто заниматься сшивкой. Слишком большая дистанция уменьшаем масштаб отображения, чтобы экранная дистанция стала меньше. Указываем точку, через которую мы должны пройти. Делать это можно практически любым инструментом. Я в данном случае использую инструмент стерка. Давайте воспользуемся инструментом топологический редактор в режиме стягивания. Он попутно позволит нам убрать некоторые огрехи и вовсе не помешает нам выполнить собственно саму работу. Вот здесь мне явно не достает фрагменты линии. Правой клавишей я схватил его исключительно с целью настроиться на данный векторный слой. Двойной клик. Коррекция точки пристыковки. Так здесь выглядит достаточно некрасиво поэтому мы выполним небольшую коррекцию. Так здесь похоже мы должны были пройти вот так а в этой точке присоединиться к границе лесничества. Тут наверное все же гладкий участок здесь пристыкованная к нему линия. Опять потерянный участок но он очень короткий поэтому восстановим его практически не глядя. Здесь подхватываем линию правой клавишей и вот что-то мне подсказывает что наверное через вот эту точку как-то линия проходила аналогично встроим участок линии здесь и немножко корректируем его форму топологическим редактором. Я исхожу из того что в общем-то большая часть границ представляют собой гладкие линии а места пристыковки образуют форму похожую напоминающую букву Т. Так что здесь я использую практически и трассировщик и так ага вот это уже грязь значит мне сейчас проще использовать режим стягивания для того чтобы восстановить форму вот таким вот образом есть у меня подозрение что здесь что-то вот вот такое вот но не будем сильно оценивать мои знания в области лесовое устройство это не моя область я могу и ошибаться в правилах построения границ данных полигонов я всего лишь показываю способы применения пакета easy trace для решения данной задачи грубовато получилось поэтому сразу поправим форму инструментом нашей выгибалочкой так ага вот здесь надо включить изображение линий границ кварталов иначе мы не увидим точки пристыковки которые могут быть пропущены уже становится сложно найти висящие концы линий можно конечно воспользоваться этой опцией но она будет показывать и узлы они чисто внешне мало отличаются от висящих концов поэтому мы воспользуемся утилитой поиска висящих концов и прочих нарушений топологических в форме границ с помощью утилиты проверки топологии итак утилита топология проверка топология вот это простая группа параметров которые позволят мне отыскать ошибки я просматриваю точечные линии оценивая их по связям с опорными слоями между собой сама линия не может пересекаться ни крестообразно не перекрывать друг другу не имеет права пересекать границы и не имеет права иметь висящие узлы выполняем данную группу проверки и получаем два пересечения типа крест и 31 висящий узел используем клавишу F для быстрого выхода в позиции найденных ошибок и вот таким вот образом мы обнаруживаем еще некоторое количество участков линий нуждающихся в нашем внимании еще раз запускаем утилиту топологии проверка топологии до тех пор пока не будет ни одной ошибки далее используя проверку на узлы степени 3 мы пройдемся по всем т пристыковкам чтобы проконтролировать их форму помечаем все эти места 159 и быстренько по ним пробегаем используя режим стягивания как средство коррекции побежали так на этом проверка положения пристыковок закончена и мы можем двигаться дальше нам необходимо проверить форму линий перед тем как мы займемся собственно построением самих полигонов для этого используем инструмент инспектор в качестве границы у инструмента задана в данном случае граница лесничества и ее то мы используем для выполнения проверки данного векторного материала начинаем проверочку берем опять же инструмент стягивания но прежде чем выполнять проверку давайте мы немножко улучшим форму линий значит линии границы у нас находятся на слое точечной линии поэтому сейчас мы возьмем утилиту автоматическая трассировка оптимизация формы линий точечная линия и вот посмотрим если мы сейчас используем фильтры избилистой кривы и точность построения линии примерно 0.6 не удастся ли нам получить более гладкое изображение чем то которое было в начале как видите вот линии сглаживаются мелкие выбросы устраняются форма на мой взгляд получается более качественно поэтому просто применим эту оптимизацию заодно удалим почти 3000 вершин в линиях так и вот теперь уже мы возвращаемся к проверке формы линий я использую инструмент стягивания и клавишей F4 начинаю просматривать экран за экраном фрагменты изображения на предмет каких-либо дефектов пропусков отклонений формы пока все достаточно качественно проверка закончена проверка формы проверим нет ли нарушений в топологии опять используем вот эту вот этот набор параметров ошибок не обнаружено и переходим к сборке полигонов отключим отображение вершин утилита топология сборка полигонов используя слои line с точной линией границы лесничества соберем полигоны на слое полигоны вот так 112 полигонов собрано вот так вот они выглядят на данном изображении ну на этом я закончу поскольку у нас задачей была в основном оцифровка атрибутирование это отдельная тема атрибутирование в изи трейс идет тоже очень эффективным способом но 50 минут это уже достаточно для того чтобы данное видео закончить напомню мы за это время создали проект выделили растр и построили те самые полигоны выделы осталось их атрибутировать и и и и и и и и